Добрый день, друзья! С вами сегодня канал Индубай, меня зовут Азат, и сегодня я расскажу вам про погоду в Дубае в январе. Сейчас 15 января, и как вы видите на улице солнечно, температура воздуха днем около 19 градусов, ночью она, конечно, бывает пониже, где-то 16-15 градусов тепла. Кстати, в этом году начало января выдалось немного пасмурным, и даже несколько дней подряд были дожди, и несколько дней подряд, прямо целую неделю было такое пасмурное небо, ходили тучи, был сильный ветер, но сейчас вроде погода нормализовалась, стало уже чуть-чуть получше, стало потеплее. По сравнению с предыдущим годом, конечно, в этом году январь оказался чуть попрохладнее, и даже многие люди в интернете писали, в инстаграме и в социальных сетях писали, что да, действительно прохладно немного было, и что пришлось некоторым там утеплиться, покупать дополнительную одежду, там куртки, вот. Но в принципе сейчас вот сегодня, как видите, уже погода нормализовалась, я думаю, что последующие дни будет солнечно, и уже погода пойдет на потепление. Многие в интернете спрашивают, что носить, что надевать в Дубае, какую одежду с собой брать в январе. Мой совет вам такой. Берите с собой рубашки, футболки, какие-то легкие брюки, в принципе, это мужчинам, да. Девушкам можно там брать блузки, футболки, водолазки, в принципе, тоже нормально. Вот. И, конечно же, обязательно возьмите с собой какой-нибудь там, не знаю, пиджак можно взять, там кофточку, блузку дополнительно тоже можно взять, надеть, чтобы на всякий случай, что если на улице будет ветер, чтобы не замерзнуть, да, и чтобы не простыть. Также, как вы знаете, уже мы многократно об этом говорили, в моллах, в торговых центрах в Дубае тоже довольно сильно включают кондиционеры, и поэтому, чтобы вам не замерзнуть в торговых центрах, тоже рекомендуется взять с собой что-то такое тепленькое, чтобы хотя бы прикрыться, чтобы, по крайней мере, не продуло. Ну вот, как вы можете видеть, люди, которые здесь живут, они носят обычные брюки, футболки, рубашки, то есть, в принципе, сейчас люди в январе в Дубае одеваются точно так же, как, скажем, в России, в Украине или в Беларуси в летние месяцы, да, в июне, в июне. Поэтому, в любом случае, вы здесь не замерзнете, не переживаете, то есть, погода, в принципе, нормальная, хорошая. Просто для тех, кто здесь уже живет, кто уже привык к жаре, для них, конечно, едварь кажется немножко прохладным. А тем, кто приехал из холодной страны, у кого сейчас на улице минус, для вас будет здесь очень хорошо и комфортно, и, в принципе, тепло. И сейчас немного хочу рассказать про свою квартиру. У нас дома сейчас кондиционер мы практически не включаем, в основном у нас просто открываем окно, чтобы проветрить квартиру, и все, в принципе. Этого более чем достаточно. Ну, а для тех, кто приезжает в Дубай для отдыха, покупаться и позагорать на пляже, мы сейчас поедем и покажем, что происходит там и какая температура воды. Ну вот, как видите, мы с вами сейчас подъезжаем к пляжу, вот он уже совсем рядом, вот на той стороне. Сейчас мы здесь развернемся и уже заедем на сам пляж. Этот пляж не особо популярен среди туристов, но, как правило, сюда в основном приезжают местные жители, кто уже здесь живет, но, в любом случае, туристам никто не запрещает туда зайти и там отдохнуть, позагорать, покупаться. До этого пляжа на метро доехать не получится, придется брать такси, но можно доехать на такси, например, от станции метро Mall of Emirates, можно доехать от станции Интернет-Сити, также можно доехать до сюда и из Дубай-Марины. Вот сейчас, как вы видите, мы едем с вами по дороге, которая ведет в сторону парусника и, не доезжая до парусника, мы сейчас поворачиваем налево. Вот мы развернулись, не доезжая парусника, и едем сейчас обратно в сторону Марины. Справа от нас какая-то закрытая зона, скорее всего, это дворец чей-то. И сейчас я вам покажу, где надо свернуть на пляж. И прямо после остановки, не доезжая знака, вот будет поворот направо. Вот и все, мы приехали с вами на пляж. Как видите, везде песок, людей пока не видно, но зато открывается шикарный вид на Пальму, на отель Атлантис. И, естественно, отсюда очень хорошо видно парусник. Ну вот мы с вами и приехали на пляж. Как видите, здесь очень солнечно, потому что нету высоких домов, и нет теней, и поэтому солнце даже прямо слепит глаза. Как видите, на этом пляже людей немного. Скорее всего, это связано с тем, что туристы про этот пляж особо и не знают. Сюда, как правило, приезжают люди, которые здесь уже живут. И, как видите, люди уже загорают на пляже, но пока еще никто не купается. Температура воды плюс 17 градусов, дует такой небольшой легкий ветерок. И, в принципе, мне сейчас, я стою в пиджаке, мне даже немного жарко уже, и вот прямо хочется его снять. Также, как вы видите, с этого пляжа открывается шикарный вид на Пальму. Видно отель Атлантис. Очень хорошо видно яхты, которые здесь проплывают поблизости. И также очень красивый вид открывается на парусник. Друзья, ну вот, в принципе, на этом можно и закончить обзор погоды в январе в Дубае. Как видите, солнце есть, тепло, можно приезжать, можно отдыхать. Конечно, люди, которые здесь живут уже, и которые привыкли к жаре, которые привыкли к температуре плюс 50, плюс 40 градусов, конечно, для них сейчас кажется прохладно. Но для тех людей, кто вот сейчас находится в холодных странах, в России, скажем, в Украине, в Белоруссии, в остальных странах СНГ, в принципе, погода сейчас очень хорошая, очень теплая. Можно запросто приезжать, отдыхать, наслаждаться солнцем, загорать, купаться. С вами был Азат, специально для канала Индубай. Оставайтесь с нами и также смотрите наши другие обзоры погоды.